Вроде как я должен сказать, что самое главное в мероприятии – это его идея. Но на самом деле это не так. Самое главное в мероприятии – это решить ваши задачи, а идея – это только инструмент для этого. Поэтому, пожалуйста, молю, не бросайтесь сразу же генерить идеи, фонтанировать ими и придумывать разные концепции мероприятия и его наполнение. Вначале вам нужно провести значительно более скучную, не вызывающую такой феерии и восторга процедуру. Вам нужно собрать в документ, очень важно, чтобы он был письменным, бриф на мероприятие, в котором будет по пунктам разобрано, какая у него задача, какая у него аудитория, чего вы хотите добиться, что можно делать, а чего никогда нельзя делать и так далее. Только когда вы соберете этот документ, тогда можно переходить уже к стадии придумывания и вот этому всему веселью, радости и феерии, и салюту. До этого, прошу, думайте про то, что вы решаете, а не как вы это будете решать. Это первое и самое главное. Не начинайте с идей. Иначе вы можете придумать очень хорошую идею, а потом она будет просто хорошей идеей в вакууме и ничего вам не решать. Это первое. Второе. Наконец, вы собрали бриф, все хорошо, вы четко понимаете, что можно делать, что нельзя. А главное, у вас в голове теперь есть критерии для отбора хороших идей от плохих. Мух от котлет, козлищ от овец, чего угодно, что угодно вы хотите. Следующее, что вы должны сделать, это очень четко понять, что на самом деле, когда вы создаете мероприятие, вы вступаете в самую сложную из всех войн, которые сейчас могут только быть. Вы вступаете в войну за внимание людей, за их время и внимание. И они, соответственно, будут платить, если мероприятие даже бесплатное у вас, они будут платить самой ценной своей валютой, своим временем. Поэтому ваша задача очень четко понять, что ваши конкуренты главные, это никакие не другие мероприятия, а главный ваш конкурент – это YouTube. Никуда идти не надо. Лежишь на диване, переключаешь все, что угодно одним кликом и смотришь, смотришь, смотришь разный контент, на который потрачены миллионы денег фантастически талантливых людей. Вы конкурируете с YouTube, поэтому ваша задача – придумать что-то, что будет круче YouTube, что будет интереснее, что будет за счет концепции, не за счет наполнения. Вы все прекрасны. И это проблема, когда ты делаешь хорошее дело, ты часто думаешь, что просто потому, что я делаю хорошее дело, ко мне все придут и все оценят то, что я делаю. Ваша задача – придумать упаковку, которая, даже если никто не будет знать про хорошее дело, которое вы делаете, и про наполнение, которое будет внутренне мероприятия, все равно человек подумает взвесить на своих весах очередную серию сериала, или 10 серий сериала, и ваше мероприятие, и выберет его, и придет к вам на мероприятие. Думайте, пожалуйста, так, будьте трезвы, не думайте, что просто потому, что вы хорошие, к вам придут люди. Сами пробуйте смотреть, а вы бы пришли на это мероприятие, если бы не знали себя, если бы не были заинтересованы в нем. Если вы честно, твердо и уверенно ответите «да», значит, вы выбрали хорошую концепцию и ее придумали, наконец-таки. Будьте трезвы, в идеях это самое главное, и часто, к сожалению, этого не хватает многим, кто делает действительно хорошее дело и хороший контент. Предположим, вы поняли, что вам нужна идея, без нее никуда, вам ее, соответственно, нужно придумать. Пожалуйста, не думайте, что она снизойдет на вас, как какой-то, знаете, ореон, божественное вдохновение, и вы сразу же придумали ее, собравшись в переговорки, в комнате с коллегами или гуляя по парку. К сожалению, часто такого не происходит. Ваша задача подготовиться к придумыванию, подготовить себя к придумыванию. Для этого, во-первых, что важно сделать, это сформировать привычки, которые будут увеличивать вашу насмотренность, что вы будете знать много разных хороших решений, которые можно собирать, вы будете знать много символических рядов, много ярких ассоциаций, которые можно брать сразу же и потом отнести в мероприятие. Соответственно, заведите себе блокнот, или если вы не пользуетесь блокнотом в приложении, в заметках, какой-нибудь раздел, в который вы будете постоянно записывать все, что вы хотите подворовать из выставок современного искусства, из рекламы, из тех же сериалов, из разных шоу. Все, что вам кажется интересным, и все, что можно потом в какой-то момент вспомнить, соединить в единую концепцию и сделать основу вашего мероприятия. Это первое, полезные привычки. А второе, перед тем, как придумывать, подумайте, как вы будете придумывать. То есть, если просто пять даже очень умных, даже очень творческих, но неподготовленных человек зашли в комнату, вероятность того, что они придумают хорошую идею, не очень высока. Хотя бы один человек из этих пяти должен качественно подготовиться, проработать материал, опять же, погрузиться в этот самый бриф, который вы составили, подумать, какие могут быть ассоциации, в какую сторону можно вести людей, если вдруг они застопорились и просто ничего не могут придумать. Такое часто бывает, это гнетущее молчание во время мозговых штурмов. Это обозначение того, что кто-то не подготовился. Потому что как только появилось молчание, вы должны иметь какой-то вектор, в который вы ведете дальше людей. Подумайте, от чего можно отталкиваться, какие техники можно использовать, как сделать так, чтобы люди были более расслаблены и разрешили себе говорить какие-то даже не финальные варианты. Установите правила взаимодействия, коммуникации в группе. Потому что очень часто, если даже люди очень творческие сами по себе, когда их объединяешь вместе, они начинают соревноваться, они начинают не испытывать уверенности в своих идеях, они начинают критиковать друг друга. Вам нужно создать атмосферу, в которой люди будут действительно создавать вместе и с азартом качественный продукт. Поэтому не ждите озарения, не думайте, что все произойдет само. Творческим процессом можно и нужно управлять. Предположим, все случилось, вы управляли творческим процессом феноменально эффективно, и вы придумали какую-то большую идею, или, скорее всего, много разных идей. И ваша задача в какой-то момент остановиться. Потому что суть не в том, чтобы попридумывать идеи мероприятия, а в том, чтобы провести это мероприятие и решить задачи с помощью этого мероприятия. Поэтому, пожалуйста, имейте в какой-то момент мужество остановиться и переходить к следующему этапу. Следующий этап уже не такой веселый и легкомысленный, поэтому к нему часто не хочется переходить, но нужно взять и отобрать из всего массива того, что вы напридумывали, что-то одно в ту сторону, в которую вы будете идти. Думайте про то, каким образом вы будете отбирать идеи, тоже важно, и договоритесь об этом заранее. Хороший критерий для отбора идей, чем хорошая идея мероприятия отличается от плохой, когда она легко приземляется на разные носители. Если вы сразу же понимаете, как идея, не знаю, космос, или рэп-вечеринка, или спорт больших достижений, концепция может быть совершенно любой, но вы должны понимать, что она приземлится на каждый носитель, который у вас есть на мероприятии. Носитель – это любая точка контакта с аудиторией. Это может быть билет на мероприятие, приглашение на мероприятие, фото-зона на мероприятие, активности на мероприятии и так далее. Их очень-очень много, они все должны быть продуманы. Хороший критерий, хорошая концепция, концепция, которая легко, без насилия, ужаса и натянутости масштабируется, сразу же каскадируется на все носители, которые у вас есть. Это первый критерий отбора. Дальше, какие у вас могут быть критерии отбора? Например, построите простейшую матрицу – результат и усилие. Чем ближе вы будете к результату, соответственно, чем меньше вы потратите усилия, тем лучше идея, чем больше вероятность, что ее стоит брать. Это для чего вам нужны такие матрицы? Для того, чтобы не переходить в формат разговора нравится-не нравится, цепляет-не цепляет. Это самый ужасный и деструктивный разговор, потому что к нему нет критериев. Одному нравится, другому не нравится. Одного зацепило, другого вообще не зацепило. Поэтому попытайтесь сделать объективный процесс отбора идей. В этот момент, если в момент, когда вы придумываете идеи, все должны говорить все, что угодно, и должна быть абсолютная свобода, и всем, кому что нравится, все это и говорят, то на этапе отбора идей, этот этап называется конвергенция, постарайтесь объективизировать этот процесс, чтобы не было долгих споров. И была простая аргументация. Эта идея лучше или эта идея подходит, потому что она, например, вот так соответствует критериям, которые мы описали в брифе. Или на ней мы потратим меньше сил, денег и так далее. Вы отобрали одну большую идею мероприятия. Что дальше вам нужно сделать? Вам нужно подумать про все детали мероприятия, все мелочи. Запомните, пожалуйста, из этого видео главное, что в мероприятии не бывает мелочей, потому что в итоге именно по ним создается основное впечатление, понравилось, не понравилось. Например, у нас на мероприятиях, когда люди приезжают после мероприятия, мы всегда спрашиваем, что понравилось, что не понравилось. И меня впечатляет, что почти всегда они говорят не про все мероприятие в целом, а про очень мелкие детали, которые можно даже и не заметить, казалось бы. Например, они говорят, что нам очень нравится, что когда мы садимся в автобус, чтобы ехать на мероприятие, то вы выдаете каждому участнику маленький пакетик Skittles. Это конфеты с абсолютно безумной рекламой, с безумными идеями, поскольку у нас программы про придумывание, то это органично связано. И это создает сразу атмосферу. Ты не можешь сидеть серьезным, когда у тебя пачка Skittles в руках, и ты ее начинаешь есть. Помните, пожалуйста, про детали. Это главное, что у вас есть. И вы должны продумать каждый момент взаимодействия с вашими пользователями, пользователями, посетителями, как угодно. В момент, когда вы продумываете мероприятие. Есть несколько пунктов, которые вам помогут. Мы это называем 5У. Что вы можете сделать с большой идеей и с каждой мелкой деталью для того, чтобы точно, совершенно прийти к более сильным идеям. 5У. Первое, что вы должны сделать, вы должны уточнить общую концепцию и все детали мероприятия. Что значит уточнить? Они должны быть так описаны, чтобы не было возможности их по-разному интерпретировать. Чтобы у всех в команде они одинаково были в голове заложены. Чтобы у всех партнеров, подрядчиков, которых вы привлекаете, чтобы они не могли придумать что-то свое. Потому что как только человек придумывает что-то свое, он начинает разрушать ваше видение вашего мероприятия. Соответственно, это не в ваших интересах. Проверьте, что все уточнено и что все синхронно понимают, как все будет у вас работать. Это первое. Уточните. Второе. Ваша задача попытаться усилить ваши идеи. Их всегда можно сделать лучше. Любую идею можно сделать чуть более интересной для СМИ. Чуть более масштабной. Чуть более вовлекающей. Подумайте, как это сделать. Не пропускайте этот шаг. Не удовлетворяйтесь первой редакцией любой из ваших идей. Попытайтесь провести ее через процесс усиления. Усиление, естественно, часто связано с задачами, которые у вас есть в брифе. Соответственно, подумайте, как еще лучше, еще эффективнее задач брифа с помощью какого-то носителя или с помощью всей идеи добиваться. Это второе. Третье, что вам нужно сделать. Третье, подумайте про то, как укрепить в целом все мероприятие и каждую из его составляющих. Укрепить – это значит подумать, что может пойти не так при реализации вашей идеи, когда она столкнется с реальностью. Что могут сломать, чем могут не заинтересоваться, что может в какой-то момент дать сбой, кто может не приехать вдруг. И как вы будете решать эту задачу? Укрепите, попробуйте это сделать. Всегда должна быть возможность обходного пути, плана B. Иначе закон Мерфи никто не отменял. Если что-то должно пойти не так, пойдет не так. И потом уже на мероприятии это будут видеть участники. Соответственно, если будут видеть участники, они будут получать какое-то смазанное ощущение от вашего мероприятия. В вашем сценарии должно быть сделано так, чтобы одно не получилось, вы легко заменили чем-то другим, никто и не заметил подмены. Четвертое У – это уникальность. Попытайтесь добавить уникальности всему, что вы делаете. Чтобы человеку хотелось оставить билет, ваше приглашение навсегда, потому что что-то в нем очень интересное. Хотелось рассказать, хотелось опять же прийти. Уникальность – это значит то, чего нигде, никогда раньше не было или как минимум не было вот в такой комплектации. И вряд ли когда-то будет. Тогда я в этом хочу поучаствовать, тогда я про это хочу рассказать. Ваша задача, чтобы люди хотели поучаствовать, хотели потратить, инвестировать свое время и потом хотели рассказать. Потому что чем больше людей расскажут про ваше мероприятие, тем больше бесплатного освещения вы получите. Не просто бесплатного, а еще и самого качественного, потому что самый качественный контакт – это сарафанное радио, когда один человек пришел, что-то запомнил, смог это пересказать и с нужной эмоцией поделился с окружающим. На следующем этапе вам предстоит реализовывать все свои идеи. Пожалуйста, не усложняйте себе жизнь. Если, окиньте взглядом все, что вы насочиняли, общую концепцию, каждый из элементов и подумайте, можно ли добиться того же эффекта, того же вовлечения, той же картинки, но чуть проще, так же решить какие-то ваши задачи, но чуть проще, чуть легче, потратив чуть меньше ресурсов. Это не значит, что нужно искать компромиссные варианты, это не значит, что нужно пойти и как-то урезать концепцию и все, что вы насочиняли. Но попробовать сделать чуть легче, чуть дешевле, чуть меньшим количеством, не знаю, конструкции обойтись и так далее. Это вам очень поможет на следующем этапе, потому что на следующем этапе будет снежный ком из усложнения, 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 появятся непредвиденные какие-то обстоятельства, расходы, вам не будет хватать времени. Попытайтесь в этот момент сделать все на нестанавливание, на 50% проще. Тогда вы точно потом сможете, когда все станет на 50% сложнее, сможете справиться с задачей. Не забудьте про этот пункт. Итак, 5У, которые вам помогут детализировать решение и сделать так, чтобы оно действительно было рабочим и ваше мероприятие привлекало внимание людей, на него хотелось прийти, а потом про него хотелось рассказать. Важный критерий, о котором я хочу сказать отдельно, пожалуйста, запомните его, это критерий для отбора идей, подходящих от неподходящих, неплохих от хороших, а подходящих вам в данный конкретный момент или неподходящих. Это цельность. Каждая идея, каждый носитель внутри мероприятия, каждая точка контакта с аудиторией должна соответствовать большой идее мероприятия, которая у вас есть. С одной стороны, с другой стороны, они должны дополнять друг друга, вы должны четко понимать, какую задачу, какой канал, какая зона, какую задачу решает. И только тогда у вас будет эффект синергии, а не шизофрения в голове у посетителей мероприятий и вашей, когда можно брать разные решения, их как-то соединять, и в общем, чего-нибудь получится. Такого не получится, что-нибудь, да, скорее всего, тогда будет разрушена общая концепция, никто в жизни не скажет, о чем это все было, и будет какой-то разрозненный набор лоскутного одеяла из разных ваших идей. Цельность во всем должна быть. Несчадно вырезайте идеи, даже которые вам нравятся, сделайте потом, когда-нибудь, на другое мероприятие. Это не последнее мероприятие, которое вы делаете. Переносите их спокойно на будущее, а сюда отбирайте только то, что соответствует концепции, которую вы выбрали на предыдущем этапе. И последний пункт. Часто вражи в моменте реализации забывают о том, что после реализации будут еще мероприятия. Опять-таки, это не последнее мероприятие. Поэтому подумайте внимательно, что вам нужно получить от этого мероприятия, чтобы не просто оно хорошо прошло, и чтобы вы получили хорошие отзывы, а чтобы вы получили для будущих мероприятий. Например, если это отзывы, то лучше всего получать отзывы от людей, когда они в моменте наслаждаются мероприятиями, они готовы поделиться этим. Вы можете их снять и снять нужную эмоцию. Не забудьте про это. Подумайте, чтобы кто-то специально походил, поспрашивал у людей, когда они уходят с мероприятий. Если, например, вы видите счастливого человека, гуляющего по мероприятиям, можно к нему подойти и снять отзыв о мероприятии. Он вам понадобится потом на будущее, когда вы будете представлять новую концепцию, рассказывать, как это все хорошо прошло, предлагать сделать что-то более масштабное. Это вам понадобится. Дальше, вы этого человека, как только закончилось мероприятие и ушел последний участник, вы не сможете уже никого найти и эти отзывы собрать, скорее всего. Или это будет анкета, что тоже неплохо, но это не такие сильные эмоции, если вы, например, записываете видео. Хотя анкета тоже. Подумайте о том, чтобы собрать обратную связь, чтобы была анкета, чтобы была четкая навигация на эту анкету, чтобы это было просто и приятно пользователю, чтобы он не думал, боже мой, теперь, если я буду отвечать на эту анкету, то на полчаса я засяду или весь день пропадет на вот эту обратную связь. Конечно, этого никто не будет делать. Подумайте, как быстро, весело, приятно, может быть, дав какой-то приятный подарок в конце, получить обратное связи в мероприятии, как получить фотографии в мероприятии, как протестировать разные идеи. Еще одна частая ошибка – это долгие споры между теми, кто придумывает мероприятие, о том, как поступить. Вот так или так, красный или синий дизайн. Такая зона, фото зона в виде кораблика или в виде самолетика. Если у вас есть возможность, вы можете какие-то вещи протестировать, как минимум рекламные материалы, как минимум дизайны, может быть, и активности прямо на мероприятии. Например, вы можете сделать голосование пользователей прямо на мероприятии. Это может быть не скучные галочки, крестики и палочки на бумаге или в смартфоне, а это может быть аналоговое голосование. Поставьте, например, две мусорки и над мусорками напишите. С помощью стаканчиков скажи, что тебе больше понравилось. Не знаю, активность номер один или активность номер два. Дизайн номер один или дизайн номер два. Человек подходит, бросает мусор, у вас чисто на площадке, плюс вы получили забавное, интересное и необычное. Это опять же, да, про силу деталей. Возможно, что только это голосование и запомнит у вас. Но вас запомнят тогда, как людей, которые каждую деталь делают интересной и, соответственно, потом к вам снова захочется прийти и посмотреть, а как в этот раз, даже если наполнение будет примерно таким же, как в этот раз они создадут пространство, какие еще интересные решения будут давать. Поэтому, пожалуйста, на каждом из этапов, на этапе планирования мероприятия, на этапе придумывания идей, на этапе детализации, на этапе реализации постарайтесь находить необычные решения, которые будут привлекать внимание, про которые хочется рассказать, которые хочется пересказать и не удовлетворяйтесь какими-то просто проходными вариантами. Ну, так сработает. Так сработает, да, но это скучно и про это тогда никто не напишет, не расскажет. Вы не попадете в СМИ, если вот так сработает. В каждом элементе находите яркое, интересное решение. У вас наверняка есть все для этого, у вас есть команда и раз вы делаете такие прекрасные дела, у вас есть мозги, что самое главное, для того, чтобы придумать это решение. Осталось их замотивировать, организовать их работу и потом отобрать идеи, которые будут соответствовать общей концепции мероприятия. Ура!